Путевка в санаторий, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также жизненно необходимые лекарства. Все это федеральным льготникам дает государство. Лекарства, внесенные в список, пациенты могут получить в аптеке совершенно бесплатно по рецепту врача. У меня почечная недостаточность, я на диализе. И каждый месяц я получаю драгоценные лекарства для диализа, диализные лекарства. И кроме этого для гемоглобина и поэтин получаю. Ирина Алоян на себе прочувствовала разницу между натуральными услугами и деньгами. Стоимость необходимых ей лекарств превышает размер единовременной выплаты. И таких случаев много. Люди отказываются от бесплатных лекарств в пользу денег, но после, приобретая те же самые необходимые медикаменты, понимают, что компенсация не покрывает расходы, а отказаться от выплат в пользу натуральных соцуслуг можно только в следующем году. Мы настоятельно рекомендуем не отказываться, потому что данный пациент будет социально защищен. И при необходимости может воспользоваться данным соцпакетом для того, чтобы получить те жизненно необходимые для него лекарственные средства, которые, поверьте, очень дорого стоят. С 1 февраля текущего года стоимость набора социальных услуг составляет 1075 рублей. Получать ежемесячные выплаты можно, подав заявление в пенсионный фонд либо МФЦ. Прежде чем отказываться от набора социальных услуг, в частности от лекарства, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, так как в случае острой необходимости в лекарственных средствах, получение этой части и получающие этой части деньгами, граждане могут вернуть только со следующего года. Право на социальный пакет оставили почти 4,5 тысячи анапчан, в то время как ежемесячные выплаты получают более 16 тысяч человек. Вернуть себе право получать льготные услуги можно со следующего года, составив повторное заявление.